Вторая борьба. Потому что мы воевали с Персией, с Турцией, и постепенно к нам отошли земли, которые раньше входили в Персидскую империю. Крупный кусок отошел в результате компенсации за убийство русского посла Грибоедова. В 1800, в каком году там убили, надо где-то... И это были мелкие ханства. Назывались там они Бакинская, Карабахская, Талышская и прочее. С 1829 года мы получили огромный кусок. Но это не был Азербайджан. Нам передали территорию. Большая часть азербайджанцев проживает в Иране. Если у нас 8 миллионов здесь живет в Баку, то там живет больше 20. Их около 30 миллионов. Но в принципе это персидское племя. Но турки шли из Средней Азии на Византию и отуречили их. Заставили принять их язык турецкий. Перси, азербайджанец, один и тот же народ. Но азербайджанец говорит на турецком. Сегодня это азербайджанский, там разница небольшая. При царе, все наконец успокоилось, было три губернии. Ереванская, в основном там где армяне жили, но кое-где азербайджанцы жили. Бакинская, там в основном азербайджанцы, но очень много армян, русских, евреи, грузины. Тифлисская губерния. Тифлис это Грузия современная. Везде русский генерал-губернатор. Почему было тихо? Потому что русский всех обеднял. Он нейтральный. Сталкивались местные народы. Грузины, армяне, абхазы, курды и так далее. А русский, он как бы нейтральный. Он судья. Советская власть создает республики. И тогда советский Азербайджан с июля 2020 года, он...